Дмитрий, Алексей, вы сейчас, мы оказались вместе. Я хотела бы сразу перейти к важному очень видеоролику. Ролику, который презентует выставку «Россия для всех», если я не ошибаюсь, сделанную ее же авторами. Итак, посмотрим. Не совсем, но... Министерство культуры. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи... Удар! Боу! 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 ‑‑ С весенней запевки скворца И с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Министерство культуры. Ну скажите, сильная вещь. Скажите, Дима, зачем нужна была эта выставка? Вообще зачем был создан этот проект? Дело в том, что в декабре прошлого года, после известных событий на Манежной площади, мне позвонил Виктор Бондаренко, коллекционер наш, лучший коллекционер икон, в частности, современного искусства, и сказал, что вот звучит этот лозунг «Россия для русских». Давай сделаем такую вещь, представим себе, что какой-то человек, очень обеспокоенный исключительно национальным вопросом, решил составить список деятелей русской культуры. Его не интересует... Бывают черные списки, а это как бы белый список? Да. Относительно белый. Можно считать, что это, под некоторым углом зрения, расстрельный список, если мы требуем некоторой чистоты. И его не выяснили, ни этого человека, гипотетического, не интересует, кто внес какой вклад, кто там был святой историк, математик, физик и так далее, или спортсмен, его интересует национальное происхождение. Ну, если мы продумываем этот слоган «Россия для русских», и представь себе, он мне сказал, что этот человек ходит и ночью на заборах краской, на гаражах грязных пишет выясненную информацию, как бы помечает. Годится на выставку? Я ему сказал, годится. То есть, в данном случае, идея целиком принадлежала ему, ему требовались руки, которые бы сделали это, вложив большую эмоциональную энергию, и этим оказался я. Дима, в чем прикол? Прикола нет. В том-то и дело, что вопрос, в чем прикол, это вопрос из сферы искусства. И в этом смысле, можно сказать, что это выходит за эту грань. Это абсолютно прямое... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!